Привет, меня зовут Аня, я профессиональный художник, и я родилась в городе Ялта. Последние больше чем 12 лет жизни я живу в Москве, в Московской области. Сейчас я живу в городе Одинцово, где я и творю. И большую часть моего творчества всё-таки занимает живопись. И основные темы, которые я затрагиваю, это, особенно последние, наверное, два года, это проблемы экологии, проблемы самореализации, совмещения материнства и творчества, ну и сопутствующие вопросы, которые волнуют меня вот на этом пути. И в последние, наверное, год-полтора мне всё больше стало интересно всё-таки реализация как художника в области актуального искусства, и поэтому я всё больше стала пробовать в своём творчестве не только живописные какие-то практики, но и другие медиа, в частности, это видеоарт, видеоперформанс, инсталляция и коллаж. И именно для этого проекта мне показалась работа «Правильная сторона двери» наиболее актуальной именно в контексте затрагиваемой темы ритуалов, наших повседневных ритуалов. И что это за работа, да, почему это «Дверь»? Эта работа представляет собой некий симбиоз двух медиа, и здесь видео, видеоарт и интерактивная инсталляция. Почему именно «Дверь»? «Дверь» для меня является символом выбора. И таким образом ежедневно взаимодействую я с «Дверью», а каждый из нас каждый день открывает и закрывает «Дверь». Мы совершаем некий ритуал выбора того или иного пространства, той или иной реальности. И, соответственно, здесь «Дверь» выступает неким символом, с одной стороны, выбора той или иной реальности, а с другой стороны «Дверь» как символ каждодневного ритуала, без которого просто невозможна жизнь ни одного человека. И вообще эта «Дверь» была создана как отклик на события этого года, на здесь и пандемия, и в целом материнство, о чём я уже говорила. То есть это некий символ, с одной стороны, заточения в каком-то пространстве, с другой стороны, это как портал в какое-то другое пространство. И поэтому мне интересно было попробовать именно как можно обыграть вот этот простой, казалось бы, символ нашей повседневной реальности, чтобы отразить важные для каждого человека аспекты жизни, аспекты существования. Продолжение следует...